Глубоко уважаемые коллеги, позвольте остановиться на тех уроках пандемии, которые мы на сегодняшний день имеем. И я думаю, что все согласятся абсолютно в связи с увеличением той ситуации, которая сейчас по всей Российской Федерации. У нас уже идут перепрофилирования коек снова под инфекционные госпиталя. Хотелось бы поделиться нашим опытом, который мы имеем за вот этот прошедший период. Когда мы говорим о паспорте каждого региона, то, конечно, мы акцентируем внимание прежде всего на численности населения. И вся программа, которая на сегодняшний день действует в Республике Тарстан, она также учитывает структуру инвалидности граждан Республики. И так же, как и в 2019 году, в 2018 году, на первом месте стоят в Республике злокачественные новообразования. Прирост составил порядка 0,1%, и в 2020 году это было 36,9% в процентном соотношении среди взрослого населения нашей Республики. Учитывая численность населения и, в общем-то, карту нашей Республики, на сегодняшний день функционирует трехэтапная система медицинской реабилитации. Более трехсот слоев второго этапа медицинской реабилитации и 12 отделений амбулаторной реабилитации. Из них онкологические пациенты направляются на второй этап по профилю центральной нервной системы, после удаления опухолей центральной нервной системы, заболеваниями ПНС и костно-мышечной системы, после удаления новообразования, соответственно, костно-мышечной системы, и соматическими заболеваниями. Это пациенты после оперативных вмешательств на молочной железе и на органах дыхания. Учитывая вступление нового порядка оказания помощи по медицинской реабилитации с 1 января 2021 года, номер 787 от 31 июля 2020 года, 1 февраля 2021 года мы издали приказ Министерства здравоохранения Республики, где прописана чёткая маршрутизация, перечень лечебных учреждений, ответственные лица за каждый этап медицинской реабилитации и прилагаемые формы отчёта в соответствии с формами Здрава Российской Федерации. Третий этап отдельно регламентируется Кабинетом Министром Здравоохранения, потому что финансирование медицинской реабилитации происходит как из фонда обязательного медицинского страхования, так и отдельно по постановлению Кабинета Министров. В прошлом году объём фонда финансирования составил порядка 142 миллионов рублей. В настоящее время 16 снаторно-курортных организаций и 2 государственных учреждения оказывают помощь по снаторно-курортному лечению и отдельно постановление старификации, приближённой к системе ОБС, по оказанию помощи при новой коронавирусной инфекции. К сожалению, необходимо отметить, что в 2020 году количество лиц, получивших медицинскую реабилитацию на втором и третьем этапах, сократилось в порядке на 31%. По снаторно-курортному лечению в 2020 году сократилось в порядке 33%. И развертывание, соответственно, всех центров, оно сейчас, вот, к сожалению, на этой неделе в связи сфере профилизации, опять же, двух учреждений по медицинской реабилитации, будет сокращенным, в общем-то, отказываться в варианте, но распределение в соответствии со шкалой ШРМ, оно будет осуществляться по базовым учреждениям. Соответственно, по приказу Министерства здравоохранения Искольки Тарстан, каждому балу по шкале реабилитационной маршрутизации соответствует учреждение, которое принимает наших пациентов. И что хочется сказать, что вот особенно на базе республиканского клинического онкологического диспансера организована трехэтапная система медицинской реабилитации. И, соответственно, отделение амбулаторной медицинской реабилитации, которая осуществляет помощь онкологическим пациентам на втором и третьем этапах, и, соответственно, начиная с первого этапа на базе данного учреждения, осуществляется по законченному случаю. И, соответственно, снатомный курорт на лечение, как я уже сказала. Уже в прошлом году, 4 июня, был изнутриказ Министерства здравоохранения Искольки Тарстан, который рекламентирует направление пациентов и основные учреждения, которые начали оказывать помощь, это прежде всего был санаторий Нехама, который развернул помощь даже пациентам, которые на кислородной поддержке. Говоря о количестве пациентов, в 2020 году по нашему отчету охваченной реабилитации было более 5200 пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Преимущество, конечно, пациенты получали лечение по реабилитации на амбулаторном этапе. И с марта этого года были развернуты отделения на базе УАО «Татнефть» города Альметьевска. И с 12 апреля 2021 года начато функционирование отделения оказания помощи снова коронавирусной инфекции, в том числе беременным лицам. На основании доказательных технологий, которые мы с вами хорошо и знаем в области онкологической реабилитации, и согласно тем рекомендациям, которые мы с вами в общем-то учитываем, это и зарубежные исследования, и те рекомендации, которые представлены на сайте Союза реабилитологов России, это прежде всего перепрессионное введение пациентов с раком пищевода, рекомендации для лечения пациентов с пластмассоэктомическим синдромом и федерально-клинические рекомендации. Мы, в общем-то, выделили основные программы медицинской реабилитации, которые включают в себя прежде всего индивидуальные групповые занятия лечебной физкультуры, физиотерапия, озонотерапия, это психоэмоциональная коррекция, оксигенотерапия, диетотерапия, фитотерапия и психоэмоциональная коррекция. Для того, чтобы в наших учреждениях медицинской реабилитации, особенно пациентам, которые перенесли оперативные мешательства по поводу онкологических процессов, мы организовали несколько циклов по медицинской реабилитации лиц, перенесших пневмонии, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией. Для того, чтобы уже в июле прошлого года зафункционировало профильное отделение соматической реабилитации на базе санатория НИХАМа со всеми технологиями. Поставив целью повышения качества жизни пациента, возвращение к трудовой и профессиональной деятельности, прежде всего, как основная цель медицинской реабилитации для пациентов, которые имеют сочетную патологию, это различные онкологические заболевания, новую коронавирусную инфекцию, конечно, мы ставим целью прежде всего это улучшение качества жизни и самообслуживания наших пациентов на основе мультирисплинарного подхода. И так как в новом порядке оказания помощи, установление реабилитационного диагноза, определение реабилитационного потенциала, разработка индивального плана программы медицинской реабилитации является международным стандартом, поэтому, конечно, позвольте буквально несколько слов акцентировать внимание на том, как мы дополнили реабилитационный диагноз при новой коронавирусной инфекции на основе международной квалификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья. Конечно, мы учитываем не только диагноз МКБ, но и оценка диагноза реабилитационного идет уже с позиции МКФ, когда мы учитываем не только поражение структур, таких, как, прежде всего, легкие, сердечно-сосудистые системы, иммунные системы, функции организма, но и также активности и участия наших пациентов, что крайне важно, прежде всего говоря, о мобильности и самообслуживании, связанном с нахождением, соответственно, в ковидных или инфекционных госпиталях. Международная персекация функционирования позволяет четко определить не только реабилитационный диагноз, как я уже отмечала, утвердить программу реабилитации, но самое главное, выставить цель медицинской реабилитации. И когда мы говорим о проявлениях новой коронавирусной инфекции, прежде всего, это не только выраженная астонизация пациента, это выраженное нарушение психоэмоционального фона. Конечно, нередко мы ставим целью, прежде всего, это и улучшить не только самочувствие, активность настроения наших пациентов, но и, конечно, повысить эллиантность физической нагрузки. Поэтому уже с первого этапа медицинской реабилитации подключаются клинические психологи на базе РКОД, подключаются инструктора-методисы с теми упражнениями, которые являются особыми значимыми в данный период для наших пациентов. И когда проводились исследования пациентов различного отделения, нашими клиническими психологами на базе РКОД, было выявлено, что практически каждый второй пациент нуждается в психокоррекции. И практически у 11% уже выражена была тревога и депрессия. Было обследовано более 1000 первичных пациентов и были диагностированы как, в общем-то, субклинические выраженные проявления депрессии порядка 45% и выраженные проявления тревоги и депрессии порядка 37%. Необходимо отметить, что с наиболее выраженными, яркими проявлениями тревоги и депрессии были пациенты в отделении патологии мягких тканей. И с развитием именно психологического консультирования на базе РКОД этой замечательной команды, отделение, которое возглавляет Айгульна Эльна, в соответствующем составе имеет клинических психологов, уровень тревоги и депрессии снизился практически более чем на 10%. И еще такой немаловажный факт. Прошедший год показал очень значимый, в общем-то, метод такой, как исследование профессионального, эмоционального выгорания сотрудников. И более 30% имели высокую степень эмоционального выгорания, что говорило, в общем-то, о том, что те технологии и те занятия, которые ведут психологи, крайне важны. И нередко необходимо начать именно с тестирования сотрудников, которые являются ключевыми в построении реабилитационной программы. И, конечно, занятия как индивидуальные, да, губовые, позволяют снижать эти изменения, в общем-то, у практически 68% пациентов. Таким образом, те технологии, которые мы в настоящее время используем, это на первом этапе медицинской реабилитации онкологическим пациентам до полутора часов, на втором этапе от полутора до трех часов, используя и у пациентов прооперированы на головном мозге такие технологии, как мозг-компьютер-интерфейс, и на третьем этапе, восстанавливая, прежде всего, мобильность, активность и участие наших пациентов, мы сами понимаем, что те технологии, которые мы использовали до пандемии, в зависимости от того, какая ведущая и нарушена функция у пациента, мы с вами обязательно дополняем упражнениями на дыхательных тренажерах при сочетной патологии, а мы используем на слайде показан дыхательный тренажер универсалт, в частности, на базе дневного стационара, госпиталя и на базе соответствующих отделений при поликлиниках соматической патологии для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Мы кодируем пациентов не только в соответствии с МКБ-10, с ним они вызваны другими уточненными инфекционными агентами. Говоря о третьем этапе, мы также кодируем как астенический синдром, и уже с января 2021 года идет кодировка по КСГ, медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции, ШРМ, соответственно, 4, 3, 2. Говоря о третьем этапе медицинской реабилитации, в соответствии с ШРМ, 3, 2. Обязательно включая психологическую коррекцию, физические упражнения, прежде всего дыхательные, как вы видите на слайде занятия с клиническим психологом, который осуществляет также групповые дыхательные упражнения, в сочетании с психологической и эмоциональной коррекцией, с инфекцией МФК. И, конечно, те протоколы, которые мы сейчас ввели, необходимо отметить, что реабилитационный диагноз включает в себя ведущие проблемы, которые присутствуют у наших пациентов. И с января 2021 года реабилитационный диагноз, который здесь на слайде представлен как основа бланка, является просто обязательным. Вот как выглядит наша история болезни в отделении соматической реабилитации пациентов с новой коронавирусной инфекцией, где представлен реабилитационный диагноз. И в качестве примера протокол, который включает в себя оценку сердечно-сосудистой дыхательной системы, соответственно, как вы видите, активность и участие с технологиями, которые оценивают специалисты МДРК. Ну, я вам хочу сказать абсолютно честно, что с прошлого года прием каждого пациента с новой коронавирусной инфекцией осуществляется командой МДРК. Ежедневно 4-5 пациентов первично принимают наши команды в составе не менее 4 специалистов. Рекомендую те технологии, которые позволяют решить задачи и добиться самой главной цели медицинской реабилитации. Когда мы говорим о самообслуживании, это, прежде всего, самостоятельно перемещаться, подниматься, повышать толерантность к физической нагрузке как задача. А говоря о качестве медицинской реабилитации, это, конечно, быть независимым максимально повседневной жизни для того, чтобы, в общем-то, быть полностью возвращенным к трудовой или социальной активной деятельности. Ну и, конечно, как задача, это коррекция психоэмоционального, фон уменьшения утомляемости, ну и, как я уже сказала, уменьшение проявлений таких, как одышка, тревожности и, конечно, повышение толерантности к физической нагрузке, что позволяет нам очень четко в реабилитационном диагнозе оценить динамику наших пациентов. Для того, чтобы была преемственность у наших пациентов, на сайте Минздрава Республики Тарстан разместили вкладку для сотрудников и для пациентов, где представлены комплексы лечебных упражнений, есть информация в вкладку для населения, не только перечень упражнений, но еще и, в общем-то, фотографии с проведениями или рисунки с проведениями данных упражнений. И учитывая наши временные клинические рекомендации по медицинской реабилитации, которые были выпущены в прошлом году, сейчас уже очередная версия готовится к утверждению новой коронавирусной инфекции, уменьшение одышки, улучшение общего состояния, увеличение экскурсии грудной клетки, уменьшение, соответственно, тревожности, депрессии и общей мобильности позволило нам достигнуть, в общем-то, улучшения на 42%. И в конце хотелось бы сказать, что по степени инвалидизации и по показателям первичной инвалидности в прошлом году у нас было уменьшение порядка на 12-14%, но с увеличением количества граждан возраста 18 лет и старше, которые были признаны инвалидами повторно. Увеличивая показатели по медицинской реабилитации по направлению онкологических пациентов на, соответственно, второй и третий этап медицинской реабилитации позволит нам в 2000 и соответственно к 2025 году достигнуть целевых показателей. И в 2021 году мы, в общем-то, ожидаем как конечный результат это увеличение охвата именно онкологических пациентов, поэтому все профильные учреждения, которые оказывают помощь данным инциденту пациентов, у нас не, в общем-то, свернуты, и мы помощь оказываем пациентам, онкологические пациенты в настоящее время в полном объеме. Благодарю за внимание. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.